МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Алматы. Сегодня пятница, а значит, у нас большой выпуск новостей в студии Рашид Ильясов. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тепловики заплатят за аварию. Ущерб определен, пройдена независимая оценка. Сколько получат владельцы пострадавших квартир и машин? Нечистые на руку стоматологи. Сбор машины не подвергался после каждой обработки, то есть после каждого применения она не подвергалась обработке. Пугающие факты озвучили санврачи после проверки частных клиник в Алматы. Привыкли к темноте, но не к равнодушию. На этом уровне я поднимаю тросточку, значит, они должны и с той стороны останавливаться. Эксперимент редакции. Удастся ли слепым и слабовидящим прогуляться по городу? Рывок на 42 километра. Я не рекомендую бежать на скорости пульса свыше 120 ударов в минуту. К участникам Алматы-марафона обратились врачи и диетологи. Казахские в совершенстве и отменное здоровье – главные требования к кандидатам в президенты Казахстана. Порядок прохождения бедосмотра и уровень владения госязыком сегодня утвердили в Центре Сбиркоме. В состав медицинской и лингвистической комиссии вошли ведущие академики, профессора и филологи. Они будут давать и контролировать задания, проверять претендентов на главный пост страны, на наличие психических заболеваний. К тому же кандидатов протестируют на употребление алкоголя и наркотиков. Этот перечень состоит из 107 психических заболеваний, проявлением которых является значительное нарушение интеллекта, памяти и представление опасности как для себя, так и для окружающих. Итоги медицинского осмотра являются врачебной тайной. При выявлении у кандидата психического заболевания данные вводятся в электронный регистр психических больных. Такой электронный регистр существует, а сегодня в регистре состоит 188 тысяч человек. После медосмотра в течение трех дней медучреждение выдаст заключение о здоровье претендента. Всеобщее голосование пройдет 9 июня. Имена первых кандидатов станут известны после съезда в партии, которые пройдут в ближайшие недели. Два месяца под домашним арестом проведет мачеха, избивавшая трех падчериц. Такой вердикт вынесли в следственном суде Житысайского района Туркестанской области. Судья учел, что подозреваемая ждет ребенка и воспитывает полуторагодовалого сына. Ранее в отношении женщины возбудили сразу два уголовных дела. За ненадлежащее воспитание детей и истязание малолетних. Подозреваемая применена, 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 согласно статье 146 части 2 уголовно-процессуального конкурса, ограничение. Это значит запрет выхода из жилища с 19.00 до 7.00 утра, запрет на введение телефонных переговоров, отправление корреспонденции, использование средств связи, запрет на общение с определенными лицами, принять кого-либо у себя дома, возложено, обязанность отвечать на контрольные звонки или иные сигналы, контроль звонит по телефону ЖАЯ и являться в определенное время орган-дознанием. О чудовищном поступке 28-летняя жительница Житы Сая стала известна на днях. Выяснилось, что подозреваемая в течение двух лет жестоко издевалась над тремя девочками. Дети все это время молчали из-за угрозы расправы. Сам отец сообщил, что не знал о происходящем. Его слова и в целом роль в этой семейной драме определит следствие. Пострадавшие от аварий на теплосетях алматинцы получат свыше 11,5 миллионов тенге. Речь идет о недавнем ЧП на улице Пушкина. Большую часть денег тепловики уже выплатили. Определен также бюджет и адреса реконструкции оставшихся изношенных участков. Эти данные озвучит Алтеншаш Смогулова. В результате прорыва изношенной теплотрассы, произошедшего на улице Пушкина, пострадало 7 квартир и 9 автомобилей. С заявлениями на возмещение ущерба обратились уже 12 человек. Все они провели независимую оценку причиненного им урона. Сумма компенсации, которая будет выплачена за счет средств тепловиков, перевалила за 11,5 миллионов тенге. Все платежные поручения финансистами компаний подписаны, и 9 миллионов уже поступили на счета пострадавших. Ущерб определен, пройдена независимая оценка. Заявления от потребителей уже поступили. Сегодня в рамках этих заявлений были произведены оплаты всем потребителям, которые к нам обратились. То есть в этом плане никаких задержек нет. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Автомобили там есть от 700 тысяч до 1,5 миллиона и так далее. Там все от состояния зависит. Что пострадало? Квартира, автомобиль, здоровье человека и так далее. Оспаривают сейчас суммы ущерба лишь двое пострадавших. Тепловики считают предъявленные ими суммы слишком завышенными. К единому соглашению придут после анализа независимого и оценщика АЛТС. Впрочем, в компании утверждают, что от своих обязательств они не отказываются. Саму теплотрассу после прорыва отремонтировали. Планируют и полную реконструкцию на этом участке. Осталось разработать ПСД и провести экспертизу. Но не в этом году, так как план реконструкции тепломагистрали уже утвержден. Это около 10 километров на четырех улицах города. Принцип определения вывода в ремонт определяется исходя из срока эксплуатации сети. Полезный срок службы составляет 25 лет. Аварийности на этих тепловых сетях и жалобы со стороны населения. Из этих основных принципов определяется тот участок, который будет выводиться в ремонт. Сейчас на участках, где запланирована реконструкция, проходят подготовительные работы. Сама замена труб начнется в конце мая. Обещают тепловики отработать и схему временной подачи горячей воды, чтобы не отключать жителей на время ремонта. Несмотря на масштабную замену изношенных магистралей, поднимать цены на услуги коммунальщики до конца года не планируют. Тариф, наоборот, был снижен на 18%. Чтобы добиться дополнительной экономии, горожанам советуют установить в домах приборы учета тепла. В прошлом году такими счетчиками оборудовали свыше тысячи многоэтажей города. В 2019-м оснащение приборами намерены довести до 92%. Глава Наур-Избайского района Алматы отреагировал на жалобу нашего телезрителя. В прямом эфире проекта «Открытый разговор с Акимом» прозвучал вопрос о мусорной свалке. Сегодня Санжар Тугай вместе со специалистами осмотрел карьер. Оказалось, участок находится на территории области Карасайского района. Город расширялся, геодезисты, получается, безграница. Действующий карьер. А вчера, который мне вопрос задавали, это вот этот бездействующий. По телевидению, который, да, вот он лог, это который вот только что мы здесь стояли. Вот получается, граница полностью огибает этот лог. И вот это вот, то есть, это часть. Наур-Избайский район, это полностью Карасайский, Алматинский. Получается, закарсированный этот... Алматинский район, да? Карасайский район. Так или иначе, Аким поручил проследить за участком, выставить охрану, чтобы некоторые местные жители перестали бросать в карьер мусор. Необходимо остановить разрастание стихийной свалки. Также о данной проблеме сотрудники Акимата сигнализировали коллегам из Карасайского района. Сменить КСК, контролировать работу сантехников, дворников и даже председателей алматинцы теперь могут онлайн. Официально в городе запустили портал «Доступный сервис для жильцов». Одна интернет-площадка теперь объединит владельцев квартир, арендаторов и кооперативы. Не выходя из дома, каждый может изучить финансовые отчеты, проголосовать за сметы расходов и проводить собрания. Для входа на портал необходимо ЭЦП. Если у человека есть ЕЦП, то он может свободно зайти в личный кабинет, потому что данный портал доступен для всех жителей города Алматы. Зайти в свой личный кабинет и непосредственно посмотреть, какой КСК меня обслуживает, какие формы взаимодействия, какие услуги мне могут быть предоставлены, как я могу реально повлиять на политику КСК, потому что там есть отдельные специальные странички, специальные разделы, которые позволяют просто принимать непосредственно личное участие. По словам разработчиков, портал сделали удобным, чтобы им пользовались и пожилые. Все разделы, оформленные в столбце, доступны и понятны. Блуждать по сайту пользователи точно не будут. Для жильцов собрана база знаний с ответами на самые популярные вопросы. Еще один немаловажный момент. Через портал можно пожаловаться на КСК. Два важных функционала реализованы. Это отправить обращение в управление жилищной политики. При помощи ЭЦП, не выходя из дома. И второе, это можно инициировать смену своего КСК, органов управления, посредством электронно-цифровой подписи, не выходя из дома. Это очень удобно. Есть регламентированный период, он уже выстроен в системе. Как только вы инициируете, будет определенный период, две трети жителей дома должны проголосовать. Перегруз крупногабаритного транспорта пагубно влияет на состояние дорог. Самосвалы с превышением веса разрушают дорожное полотно и сокращают сроки эксплуатации трасс, считает Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Крупные предприятия, чьи карьерные самосвалы перегружены, будут штрафовать до трех миллионов тенге. Несколько нарушителей удалось поймать сегодня во время рейда в Алматы. При проверке часто выясняется, что Камазы и самосвалы перевозят груз, превышающий норму. Каждый из трех наших передвижных экопостов в день проверяет до 30 больших грузов. Треть из них, как правило, нарушают закон. На республиканских трассах установлено 12 автоматизированных систем взвешивания. Такие весы выявляют нарушения на миллионы тенге. Автоматизация устранит коррупционные риски, уверенные в профильном ведомстве. С начала года на экопостах Алматы выявлено свыше 200 нарушителей грузоперевоза. В прошлом же году цифра превысила 900 выписанных административных штрафов. Обычно мы возим все по нормам, но сегодня оказалось, что у меня перегруз. Из допустимых 16 тонн на весах вышло 22. Конечно, штраф оплатит компания, но я думаю, что больше таких нарушений с нашей стороны не будет. Больши грузом не место и на некоторых участках республиканских трасс. В дневное время и только весной-летом. Причина все та же. Фуры нещадно портят асфальт, а деньги на ремонт тратятся колоссальные. Более 200 миллиардов тенге составляет только последний транш. На эти деньги удастся привести в порядок и построить с нуля около 4000 километров дорог. Какие направления в приоритете своим столичным коллегам рассказал заместитель председателя Казавтажола Арман Жасупов. Здравствуйте, Арман Амонтаевич. Рад встрече. В этом году сколько планируете реконструировать и отремонтировать дорог? И сколько на это выделяется денег из госбюджета? Спасибо за вопрос. В 2019 году охват дорог 4467 километров. Запланировано 533 километров ввести в эксплуатацию. Это основные коридоры «Центр-Юг», участок от Караганды до Алматы. Алматы-Усть-Каменогорск основной коридор. Также для развития приграничного сообщения участки «Ушарал-Досток», «Калбатау-Маяк-Апчегай». Также участок Ахтубе-Атрау границы Российской Федерации на Астрахань. Вот эти основные коридоры в этом году в полном масштабном режиме. Везде подрядчики определены. Финансирование у нас имеется, работы развернуты. Общая сумма в этом году финансирования 217 миллиардов тенге. А сколько дохода принесло государству в открытии платных дорог? Да, вот смотрите, в 2013 году мы запустили участок Астана-Щучинск пилотно. И он по сегодняшний день, у нас 5,5 миллиардов было собрано. Этот участок, он полностью, содержание этого участка осуществляется за счет сборов. 26 января 2019 года в этом году мы запустили еще три участка. То есть у нас сегодня 682 километра дорог. Здесь надо сказать, что в этом году мы должны собрать более 5,6 миллиарда тенге. Эти участки тоже содержатся, получается, на самоокупаемости. Содержатся только за счет средств сбора. А какие существуют критерии отбора именно подрядных организаций, которые занимаются строительством и реконструкцией автомобильных дорог? При проведении конкурса «Казавтажол» обязательно руководствуется нашими правилами, в которых прописаны критерии отбора поставщика. Одним из главных критерий, я так в общем скажу, одним из главных условий является его опыт работы на рынке. Далее его обеспеченность техникой, квалифицированным персоналом. Затем мы смотрим на его финансовую обеспеченность. Самый последний критерий – это скидка на конкурсе. Если он дал самую низкую стоимость, то он выигрывает конкурс. В процессе строительства у нас, вот то, что Айго сказал, у нас пятиступенчатый контроль. Пятиступенчатый контроль подразумевает авторский надзор, технический надзор, надзор от имени государственных органов, ГАСК. Есть в местах у нас облжел-лаборатории, это вот центры качества. Есть свой внутренний производственный контроль. Вот этот контроль сопровождается сплошной в процессе всего строительства. На каждом этапе есть свой регламент, начиная от земляного полотна, кончая покрытием, искусственными сооружениями. На каждом этапе строительства ведется контроль каждого элемента дороги. Я же говорил, что промежуточные оплаты потом на основании этого производятся. Поэтому на каждом этапе ведется контроль в обязательном порядке. Это согласно требованиям нормативных документов. Арман Анатаевич, на этом все. Спасибо большое за интервью. Инвалиды по зрению жалуются на недоступность общественного транспорта. Номера автобусов и остановки не объявляются, а передвигаться на ощупь, говорят, невозможно. Телезрители обратились в нашу редакцию после сюжета об инвалидах-колясочниках. Об их нуждах и проблемах мы рассказывали двумя неделями ранее. Вот посмотрите, машины должны остановиться. Если они останавливаются на этом уровне, я поднимаю тросточку, значит, они должны и с той, и с той стороны останавливаться. Марья Миминовой приходится переходить дорогу всякий раз с риском для жизни. С какой скоростью мчатся автомобили, женщина не видит. Вот в эту яму я провалилась сама. Причем она углубляется. Туда попадет много человека, естественно, а инвалида тем более. Эта травма уже обеспечена. Зрение начало стремительно ухудшаться больше 20 лет назад, рассказывает женщина. По организму ударили третьи роды и тяжелая работа. Многое зависит от внутренних каких-то таких резервов, которые должны открываться во время таких вот испытаний. Я поднялась, я, слава Богу, спасибо моим друзьям, моей семье, моим родным, все, которые меня поддержали. Но есть люди, которым этой помощи не хватило. С годами Марья Миминова привыкла к темноте. А вот с равнодушием некоторых окружающих смириться не смогла. Почему у нас таки не смогли создать по-настоящему доступную среду? Этим вопросом задается и активист Фархад Есимжанов. Он тоже инвалид по зрению. Например, подъехал автобус, и здесь, видите, не объявляется маршрут автобуса, либо конечная точка и начальная точка маршрута. И номер маршрута тоже не объявляется. Вот и приходится уповать на удачу. Глядишь, попадется нужный маршрут. Светофоры незрячие тоже не жалуют. В городе недавно стали устанавливать приборы со звуковым сигналом. Но тактильные дорожки вызывают немало вопросов. Если брать в качестве примера школу, то она устанавливается от калитки школы до центрального входа, либо до какого-то другого входа, который используется. А как до этой калитки добраться? От той же остановки, либо от какого-то перекрёстка, к сожалению, пока это ещё не продумано. В мире же инвалидам по зрению предлагают различные средства реабилитации. К примеру, собаку-поводыря. Четвероногий друг покажет дорогу и от опасности убережёт. В Казахстане пытались обучить таких помощников, но проект оказался слишком затратным. Мы обратили внимание, что у нас желающих иметь собаку-поводырей нет. Почему я так говорю? Потому что какой-то фонд они обращались, они приходили и говорили, если три человека наберём, желающих иметь собаку-поводыря, то мы поможем приобрести этих собак. Но нашёлся только один человек. В Алматы проживает около двух тысяч незрячих и слабовидящих. В Казахстане свыше 20 тысяч. Особого отношения к себе они не требуют, хотят лишь равноправия. Рашид Ильясов, Азамат Ависхан, Йолкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы. Образование стало доступнее для алматинцев благодаря программе «Бахтот Басе». Затраты родителей на детсады возмещаются деньгами из местного бюджета, начиная со второго ребёнка. В месяц выходит 18,5 тысяч тенге. Всего по городу такими льготами воспользуются свыше 700 малышей. А потратят на это из Казны больше 130 миллионов тенге. Далее обучающихся, у которых появились карманные деньги, таковых свыше 3,5 тысяч, стипендии выплачиваются школьникам и студентам из многодетных семей. Требование всего одно – быть отличником. По «Бахтот Басе» на это предусмотрено больше 270 миллионов тенге. Именно эта программа без преувеличения стала спасением для Ержана Ортыкова. Алматинец сумел пережить личную драму и даже реализовать давнюю мечту. Многодетному отцу вернули подзабытое было чувство уверенности в завтрашнем дне. Салтанат Шурай расскажет трогательную историю простого художника. Ержан Ортыков смело строит планы, хотя еще недавно и представить не мог, что снова захочется не только жить, но и творить. Десять лет назад Ержан попал в страшную аварию. Долго и мучительно приходил в себя, не мог смириться с инвалидностью. Тогда казалось, как прокормить семью, если передвигаться приходится исключительно с помощью костылей. Поддержка и помощь по программе «Бахтот Басе» отцу четверых детей пришлась как нельзя кстати. Это социальное рабочее место позволило реализовать давнюю мечту – создать макет первой скоростной лодки. Испытают ее на Сайране, а после начнут принимать заказы для баз отдыха Алаколя и Балхаша. «После аварии я не мог работать три года. Очень переживал. Только сейчас потихоньку налаживаю свои дела. Государство помогает. Пригодились и профессиональные знания художника. Сегодня я уже могу полноценно работать, кормить семью и строить планы». Не сидит без дела теперь многодетная мама Эльмира Мадибекова. Ее, как безработную, обучили поварскому делу. Сегодня женщина делает свои первые шаги в бизнесе. Чтобы расширить его, надеется получить грант в полмиллиона тенге. Тоже по программе «Бахтодбаса». «Планы у меня большие. Хочу расширить бизнес. Здесь я арендую здание. Хотелось бы своем. Мы уже начали принимать заказы на выпечку. Помогают в этом соцсети. Если получу грант, то первым делом куплю печь побольше». Новый механизм господдержки начинающих предпринимателей заработал с прошлого года по программе «Янбек». В 2018 году гранты получили 100 человек, а в этом финансовую поддержку для реализации бизнес-идей выделили для 867 человек. Размеры грантов варьируются от 250 до 500 тысяч тенге. «В рамках государственной программы «Бахтодбаса» на данный момент из числа малобеспеченных и многодетных семей уже трудоустроено 239 человек. Из них 8 человек направлены на молодежную практику, более 200 человек направлены на общественную работу и также 29 человек направлены на социальные рабочие места. То есть в рамках данной программы ведется постоянная работа. Кроме того, есть другие программы, то есть это микокредитование, государственные гранты, краткосрочное профессиональное обучение. Обучением и переподготовкой кадров Алматы занимаются 20 учебных центров. Здесь предлагают освоить 68 специальностей. Больше 300 человек уже направлены на курсы, среди них и многодетные. Всего же в центр занятости с начала года обратилось 4,5 тысячи человек. Свыше 500 из них – многодетные и малообеспеченные. Благодаря программе «Бахтот-басы» создано больше 2000 дополнительных рабочих мест. Во всех цонах сидят наши сотрудники, во всех районных отделах социального благосостояния. Также сидят наши сотрудники, принимают заявки, также ведут разъяснения и прием. И в центре, естественно, тоже ведется эта работа. И по всем направлениям сейчас большая обширная работа разъяснительная ведется. Кроме того, ярмарки вакансий. У нас в марте мы провели уже первую весеннюю ярмарку вакансий в Волотаусском районе. Сегодня провели ярмарку вакансий для инвалидов и для малобеспеченных многодетных семей. С мая первые две сотни алматинских семей в рамках «Бахтот-басы» начнут получать квартиры. Всего же по жилищной программе принято больше полутора тысяч заявок. 659 из них уже ожидают одобрения. Салтанат Шурай, Рашид Шукуралиев, Телеканал Алматы. Итоги четырехдневного чемпионата WorldSkills подвели в Алматы. За звание лучшего в своей профессии боролись свыше 200 студентов из почти 30 колледжей города. Учащиеся – это будущие медсестры, повара, автомеханики, программисты – выполняли различные практические задания. А экспертное жюри оценивало их навыки, оперативность работы и даже стрессоустойчивость. В своеобразном профессиональном состязании оценивались 39 специальностей. Обладатели первых мест получили путевку в столицу. Именно там в октябре пройдет республиканское соревнование WorldSkills. Победителей ждут выгодные контракты с работодателями. Я очень волновался. Пригодилась поддержка и помощь брата – преподавателей. Я – будущий сотрудник ресепшена отеля. Меня проверяли на стрессоустойчивость. Например, как я поступлю, если в гостиницу придет подвыпивший человек и начнет придираться ко мне или администратору. Было очень интересно соревноваться. Частные стоматологии в Алматы практически не дезинфицировали инструменты. Речь идет о семи клиниках. После каждого использования пинцеты и наконечники снова пускали в работу, просто протерев. В кабинетах не нашлось даже одноразовых полотенец, а у работников – медицинских книжек. Чем обернулись такие нарушения в материале Рамины Макаримовой. Голливудскую улыбку и здоровые зубы за копейки в основном рекламируют в стоматологиях нижней части Алматы, рассказывают санврачи. С виду клиники говорят сносные, но внутренняя кухня для клиентов остается тайной. Полную ревизию специалисты провели в семи стоматологиях. В четырех кабинетах оказалось, что работники не проходят регулярных осмотров и сами могли быть нездоровы. За отсутствие обследования на ВИЧ и вирусные гепатиты троих стоматологов отстранили от работы. Однако это не самое страшное. Массу нарушений нашли под дезинфекцией. Также были выявлены нарушения элементарных, то есть дезинфицирующие средства. Обор машины не подвергалась после каждой обработки, то есть после каждого применения она не подвергалась обработке. Также уборочный инвентарь, санитарное содержание объектов. То есть за выявленные нарушения было наложено 7 штрафов на сумму свыше 176 тысяч. Каждый визит в стоматологию у Элес Оспановой походит на шоу «Ревизор». Женщина более 20 лет лечит зубы в одной клинике. Доверие, говорит, уже есть, но это не мешает проверять, какие инструменты стоматолог использует во время процедур. С новой пломбой она не хочет подхватить инфекцию. Для меня очень важно состояние кабинета, санитарное состояние, инструменты, чтобы они всегда были одноразовые, чтобы они всегда открывались при мне, чтобы я их видела, что они стерильные. Это мне даёт спокойствие за моё здоровье. Сейчас же очень много всякой инфекции. Я хочу исключить, чтобы это попадало в мой организм. В этой стоматологии в центре города ежедневно дезинфицируют около 80 инструментов. Каждый пинцет и наконечник проходит двойную термическую обработку. Сначала их помещают в сухожировой шкаф. При температуре в 180 градусов от бактерий не остаётся и следа. Затем инструменты упаковывают и помещают в микроволновой прибор. В этих аппаратах они стерилизуются полтора часа. Обеззараживание обязательно проходят все инструменты, которые контактируют со слизистым покровом или кровью пациента. Процедура у нас проходит в специальном помещении. Безопасность клиентов должна быть превыше всего. Поэтому дезинфекцией занимается отдельно обученный персонал. Чтобы не нарваться на какую-нибудь болезнь вроде гепатита, специалисты советуют не экономить на зубах и обращать внимание на приборы, которыми пользуются стоматологи. Если же вам попалась клиника в плохом санитарном состоянии, в Департаменте охраны общественного здоровья готовы принять жалобы. Рамина Макаримова, Валерий Таубалдеев, телеканал Алматы. Казахстанские фармацевты решили судиться с британским производителем препарата для ВИЧ-инфицированных. Поводом для разбирательства послужил отказ зарубежной компании поставлять к нам со скидкой жизненно важный медикамент. Планировалось, что лекарства получат 4000 больных. Об общей ситуации на фармацевтическом рынке в эксклюзивном интервью Эльзату Акчурину рассказал глава СК фармации Берик Шарип. Берик Шарипович, здравствуйте. Вопрос обеспечения лекарственными средствами всегда актуален и важен. Скажите, из каких стран в основном завозим медикаменты и в каких в основном лекарствах нуждаются казахстанцы? Добрый день. В первую очередь хотел бы отметить, что в основном в структуре закупа порядка 29-30% составляет отечные товары производителей. Благо в стране есть заводы, больше 18 предприятий, которые поставляют нам лекарственные препараты. Последовательно, соответственно, больше 14% это страны с Германией везут, то есть с Европы, есть с Ирландии поставки, и порядка 5-6% занимает поставку в Соединенных Штатах Америки. И, соответственно, если смотреть по структуре обеспечения на амбулаторном уровне, соответственно, на первом месте у нас, конечно, идет поставка лекарств и средств против сахарного диабета, соответственно, болезни сердца и сосудов, онкологические препараты, препараты для наследственных заболеваний несовершенности крови, то есть это самые топ-5 заболеваний, они по бюджету забирают порядка 60% всего бюджета на амбулаторное лекообеспечение. Сейчас существует ли какой-либо дефицит лекарств от тяжелых заболеваний? И уточняющий вопрос, будет ли произведен закуп долу дегравира, понижение цены, на которое отказал ранее производитель? И в чем там была причина? В части поставок лекарственных препаратов, вы знаете, что в 2018 году у нас были перебои, соответственно, чтобы этих перебоев не было на 2019 год, мы закуп начали в середине 2018 года. В начале года у нас на амбулаторном уровне порядка 14 миллиардов был такой запас сформирован, соответственно, с начала года мы поставляем лекарственные препараты бесперебойно во все регионы, по всем нозологиям. Но то, что касается препарата долтогравир, к сожалению, здесь закупка затянулась. Почему? Потому что мы проводили переговоры с компанией GlaxoSmithKline, которая является владельцем данного патента на этот препарат. Было предложение от программы развития ООН о том, чтобы приобрести брендированный дженерик. То есть, соответственно, генерическую формулу от индийского завода мы могли получить за 5 долларов. Но Glaxo предлагает нам поставку долтогравира оригинального за 118 долларов. К сожалению, сама компания Glaxo, конечно, в ряде стран, они разрешили добровольную лицензию. Мы получили отказ в результате переговоров. Соответственно, у нас сейчас ведется разговор о том, чтобы в судебном порядке, в принудительном порядке все-таки получить так называемый compulsory license, это принудительная лицензия, и начать приобретать в дальнейшем препарат долтогравир по цене в 5 долларов. Сейчас же, с учетом того, что есть потребность в этом препарате, конечно, в текущем году мы вынуждены будем приобрести его и компанией GlaxoSmitClient, как у патентообладателя. Впоследствии, если мы в суде получим положительное решение, мы перейдем на закон брендированной дженерикой через международные организации. А по каким заболеваниям лекарства сейчас отпускаются бесплатно, и этот список, насколько мне известно, он расширяется? В целом, получается, данный список только расширяется. То есть, как бы, вы понимаете, что в 2018 году мы дали хорошую, за счет централизации амбулаторного лекарственного обеспечения, экономии на амбулаторном уровне только было 26 миллиардов. Соответственно, эти деньги, они никуда не девались, их перераспределили для того, чтобы сделать больший охват пациентов, покрытие, и, соответственно, расширить список на получение бесплатного лекарственного обеспечения. На текущий момент государство обеспечивает бесплатно по 47 на залоги, из них 45 идут через СК формацию централизованно. Порядка 499 наименований она включает, и 116 миллиардов покрытий со стороны бюджета есть. Поэтому, в принципе, это достаточно большая сумма, ее хватает для того, чтобы обеспечить на амбулаторном уровне практически всех пациентов. Верий Шарипович, спасибо за ответы. Связи Трампа с Москвой не обнаружено. В США обнародовали доклад, согласно которому ни президент, ни члены его избирательного штаба не сотрудничали с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. В документе 400 страниц. Этот доклад – результат расследования продолжительностью 22 месяца. За это время различные обвинения выдвинули 34 гражданам, включая шестерых из ближайшего окружения Дональда Трампа. Однако никто из них не был обвинен в сговоре с Кремлем. Не обошлись стороной и россиян. 12 человек, согласно документу, являются сотрудниками российской разведки. Москва эти обвинения отвергает. «После почти двухлетнего расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов, специальный советник подтвердил, что российское правительство финансировало усилия по незаконному вмешательству в президентские выборы 2016 года. Однако он не обнаружил, что предвыборный штаб Трампа или другие американцы поддерживали эти усилия». Около сотни жителей Тайбэя возвращаются в один из столичных домов после эвакуации. Столицу Тайваня сотрясли подземные толчки силой больше шести баллов. Эксперты осмотрели здание и признали его безопасным. «Курьер с первого этажа вернулся и сказал, что соседнее здание накоренилось в нашу сторону. Тогда я поняла, что грохотало именно оно». «Мы осмотрели конструкцию балок и колонн, а также пол. Там не должно быть трещин. Видно, что расстояние между домами 2-3 метра. Так что они не взаимодействуют». По данным метеорологов, это было самое сильное землетрясение на Тайване в этом году. Очаг залегал на глубине 18 километров. Тряслись дома, временно остановила работу столичная подземка. Из школьных зданий эвакуировали детей. О жертвах и серьёзных повреждениях инфраструктуры сообщений не поступало. «Согласно первичным докладам наших инженеров, структурных повреждений нет. Но на людей могут падать фрагменты фасадов». Полиция Лондона продолжает аресты активистов экоорганизации. Они с понедельника проводят масштабные акции в столице, блокируя дороги и мосты с призывом. Британскому правительству следует предпринимать более радикальные меры, чтобы остановить изменения климата. «Мы постоянно проводим аресты. Как я сказал, уже арестовали около 500 человек. Конечно, протестующих много. Проблема в том, что чем больше мы задерживаем, тем больше прибывает». Сидячие забастовки парализовали некоторые самые оживлённые места Лондона, включая Оксфорд-стрит, мост Ватерло и Трафальгарскую площадь. Многие лондонцы критикуют активистов в социальных сетях. Они говорят, что подобные акции создают дополнительную нагрузку на полицию и мешают людям перемещаться по городу. «Вы, очевидно, не верите в закон и порядок. Вы считаете, что люди имеют право создавать препятствия и блокировать главный мозг. Это нелегитимный протест. Вы что, считаете, что он законный?» «А я считаю, что вы постоянно пытаетесь рассказать другим, что им нужно делать. Это тоже недопустимая форма обсуждения». За несколько дней полицейские арестовали более 500 активистов. Ардак Сидказин, телеканал Алматы. Туристская полиция появилась в Казахстане. Универсальные сотрудники, владеющие тремя языками, будут охранять спокойствие иностранцев и даже подсказывать адреса достопримечательностей. В этом правоохранителям помогут планшеты, служебное авто и рация. Но в первую очередь в глаза бросается красивая форма новых блюстителей порядка. Они будут патрулировать улицы в Алматы, Мирсултане, Туркестанской и Алматинской областях. «Главные задачи обязанности сотрудника туристской полиции – обеспечение комфорта и безопасности иностранных граждан, также патрулирование пешеходных зон, консультация иностранных граждан, а также мониторинг состояния безопасного туризма, поддержание порядка и охрана общественной безопасности». Всего 48 алматинцев, прошедших через турникет «Честности» на станции метро Алмалы, не заплатили за проезд, а в общем за полтора месяца им воспользовались 12 тысяч алматинцев. Опираясь на такие показатели порядочности, запустили еще один турникет с открытыми створками уже на станции Абая. Пассажиры могут пройти без каких-либо преград, приложив банковскую карту, онай или опустив жетон. Никакого наказания для зайцев нет, специалисты всего лишь ведут мониторинг. «Данным турникетом освещены все 9 станций, будут такими турникетами освещены, и каждый алматинец, независимо на какую станцию он садится или выходит, он может воспользоваться вот этим правом пройти тест на «Честность». Ежедневные пассажиры потока алматинского метро составляют 60 тысяч, около 5 тысяч из них приходится на станцию Абая. Пробежать 42 километра в 64 года, почти без одышки и непременно в числе лидеров. Алматинец Талиужан Конопьянов бросает вызов молодежи и даже самой природе. Он выйдет на старт традиционного марафона в предстоящее воскресенье. Как же ему удается пребывать в отличной форме? В чем секрет? Эти вопросы Акса Акалу задала моя коллега Жанат Айтенова. Я приветствую тебя в студии. Жанат, смотри, мне хотя бы зарядку осилить 60 лет, а тут человек ставит спортивные рекорды. Может быть, есть какой-то допинг безобидный? Волшебного средства, к сожалению, нет. Все банально и просто. Хотя к определенному допингу бегуны все-таки прибегают, но об этом я расскажу чуть позже. А сейчас слово нашему герою, который, собственно, и раскроет секрет бодрости духа. Я пенсионер. У меня здоровье отличное. Благодаря спорту, марафону. Вот так логично и просто. Только уважая свой организм, можно достичь долголетия, говорит Леожан Конопьянов. Не обойтись и без упорства. Ведь первый свой марафон еще в 70-х годах в Москве алматинец проиграл. Попросту не сумел добраться до финиша. Но рук не опустил. Каждый год продолжал бросать себе вызов. И вот воскресный Алматы марафон станет для Аксакала 71-м в спортивной карьере. Чем по больницам, по милициям бегать, лучше по полянам бегать. Как вы думаете? Некоторые по больницам бегают, сидят, в очереди стоят. Да зачем мне это по больницам? Вот в моем возрасте пенсионеры, я смотрю, по больницам сидят, они все вот это знают, вот это лекарство. А я даже, у меня справки нет. У меня больничной справки нет. Я в больнице ни разу не лежал. Я не хвастаюсь. Я даже не знаю, у меня какой состав крови. Любими группами. Как же быть остальным? Тем, у кого нет за плечами колоссального опыта в спорте. Неужели марафон для нас с вами так и останется чем-то далеким и недоступным? К счастью, нет. Помимо полного отказа от курения и алкоголя, врачи и тренеры дают еще ряд советов. Первично подготовку, конечно, нужно начать с оценки общего уровня физической подготовленности собственного, с медицинского обследования, для того, чтобы избежать фактора того, что человеку вообще нельзя бегать. Конечно, есть болезни, которые, опять-таки, посредством бега вылечиваются, но тут нужно подходить с умом. Проходить обследование, проходить общие физические подготовленности, получается, тестирование дополнительное. И уже потом осознанно подойти к процессу тренировок. И, конечно, не за неделю до марафона. А начать нужно с кардиограммы. Бег на 42 километра – серьезный экзамен для сердца. Тем более, некоторые новички умудряются еще больше загрузить его. Пьют энергетики. Вот об этом нехорошем допинге я и говорила в самом начале. Накануне забега лучше всего не употреблять в большом количестве продукты, жирную пищу. Не рекомендую я. И желательно с собой взять какую-либо энергетическую субстанцию. Есть сейчас очень много всевозможных веществ, которые для того, чтобы повысить энергетику организма. Также не рекомендую принимать энергетические напитки, которые у нас любят пить. Естественно, я рекомендую перед марафоном хорошо выспаться. Я не рекомендую бежать на скорости пульса свыше 120 ударов в минуту. Если у вас 130, 140, 150 ударов в минуту, пульс лучше вам притормозить немножко и бежать спокойно. Рекомендации начинающим коллегам раздают и сами участники марафона. Казалось бы, простые советы, но именно они облегчат вам путь в 42 километра. И когда бежите, никогда вот так не наклоняйтесь. Всегда вот таким темпом, вот так вот, спокойно. В январе мы начали готовиться. Это были самые наши холодные крещенские морозы. В Паладаре было минус 37 градусов. По ощущениям термометр показывал, что минус 43, по-моему, даже. Но мы ничего, бегали от 5 до 10 километров в такую погоду. Главное, правильно одеться и правильно держать темп. Вот и Алматы-марафон можно пробежать не полностью, а лишь половину дистанции. В качестве награды победителям не только отменное здоровье, но и солидные денежные призы. Общий призовой фонд забега в этом году составляет почти 3 миллиона тенге. Кстати, часть вырученных от стартовых взносов денег организаторы направили на благотворительность. В прошлом году мы впервые сделали новые маршруты. И теперь вот эта дистанция будет утверждена на 5 лет. И мы стоим наравне с другими международными марафонами мира. То есть иностранные участники, когда открывают сайт этой организации, смогут видеть, что Алматы-марафон, в Казахстане есть такое мероприятие и смогут сюда приехать. То есть мы не только развиваем спорт в рамках нашего города или нашей страны, мы также развиваем направление туризма для того, чтобы привлекать сюда иностранных гостей. И в завершение информация для автолюбителей, которым в воскресенье придется уступить дорогу бегунам. Поэтому обратите внимание на схему движения и попытайтесь скорректировать маршрут. Большое спасибо, Жанат, за информацию. Я напомню, с нами в студии была моя коллега Жанат Айтинова. А мы продолжаем выпуск. И в завершение предлагаю узнать, при какой погоде придется бежать участникам Алматы-марафона. Наш постоянный эксперт Даулет Кизибаев возвращается в эфир с точным прогнозом от Казгидромета. Ему слова. Добрый вечер. В ближайшие выходные в городе Алматы ожидается неустойчивая погода. Временами дождь. Днем в субботу, временами сильный. Температура ночью будет в пределах 4-9 тепла. Днем 15-20 тепла. В горных районах также осадки, преимущественно дождь, временами сильные. В ночные и утренние часы возможен туман. Температурный фон в горных районах на 5-10 градусов ниже, чем в городе. Говоря о следующей неделе, погода также будет не очень благоприятной для прогулок. Временами будут идти дожди, грозы. В утренние и ночные часы могут отмечаться туманы. Температурный фон ночью будет постепенно понижаться от 8-13 до 3-8 тепла. И дневной фон температур будет колебаться от 15-20 до 10-15 тепла. Спасибо. Это был синоптик Даулет Кисибаев. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин